В 2002 году парламент этой страны принял закон о демографической безопасности Республики Беларусь. В этом законе были сформулированы четыре приоритета, и один из них, вот здесь выделен синим светом, звучит именно так. Возрастная структура населения и демографическое старение. За Беларусью последовала Молдова, спустя почти 10 лет, правительство которой утвердило национальную стратегическую программу в области демографической безопасности. Из 11 стратегических направлений одно было посвящено возрастной структуре и старению населения. Совсем свежий пример из Грузии. В 2016 год парламент этой республики принял концепцию демографической безопасности. Там четыре приоритетные области в этом документе, и опять один из них, самый последний, опять выделен синим цветом, структура и старение населения. С чем это связано? Почему старение не индивидуальное, а народонаселение ассоциируется с вопросами национальной безопасности? Наверное, для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо попытаться определить, что же понимают под демографической безопасностью. Я хочу предложить вашему вниманию два категорически различных по своему содержанию определения. Оба принадлежат демографам, социологам, скорее демографам, Леониду Рыбаковскому, Анатолию Душневскому, оба они из нашего северо-восточного, соседней страны. По Рыбаковскому я бы назвал его подход в определении государственническим. Демографическая безопасность, вот я не буду все это читать, но самый главный акцент в этом определении сделан на сохранении существующего геополитического статуса государства. Вот этот государственнический подход вполне принят в этом государстве, в России. Анатолий Яшневский, другой выдающийся демограф, который, кстати, происходит из Харькова, предложил совершенно другое определение, которое я бы назвал гуманистическим. Вот его я позволю себе прочитать полностью. Демографическая безопасность понимается как защищенность процесса жизни и непрерывного, естественного возобновления поколения людей. А ее укрепление связывается с удлинением человеческой жизни, повышением эффективности демографического воспроизводства, расширением демографической свободы. Я думаю, вы согласитесь, что эти определения категорически расходятся и предполагают совсем разные действия для того, чтобы рассматривать и действовать в области национальной безопасности. Слева иллюстрация тех размышлений, которые относятся скорее к концепции Рыбаковского, концепции государственнической. Величина мобилизационного контингента, который необходим стране для обеспечения военной безопасности, зависит в том числе, разумеется, и от старения населения. А вот другой подход, который ближе к концепции второй, гуманистической, опять-таки начинает свое размышление с точки зрения того, что демографические факторы могут влиять на величину трудовых ресурсов. В свою очередь, на собираемость налогов, то есть чем больше людей работает, чем больше налогов поступает в бюджет государства, тем больше средств государстве приходится на социальное обеспечение, социальную защиту. И вот на те действия, которые Владиславович упомянул, говоря о том, что удержали на мое прошлое. Что же это за демографические факторы, которые могут влиять на национальную безопасность? Ну, если мы говорим о странах молодых, таких, например, как африканские страны или страны Юго-Восточной Азии, то это прежде всего увеличение доли молодого взрослого населения. В этих странах формируется так называемый молодежный пузырь. То есть это молодые люди в возрасте, примерно от 15-20 лет, очень часто безработные, маргинализированные, которые создают в стране вот этот контингент, взрывоопасный контингент, который, как правило, стоит позади революционных взрывов и политической неустойчивости. Очень часто этот процесс сопровождается быстрой урбанизацией, которая происходит в развивающихся странах. И вот этот молодежный пузырь, он формируется, как правило, в мегаполисах. Еще один фактор, влияющий на безопасность, это смещение половой структуры населения в сторону преобладания мужского пола. Ну, нам это не грозит. По многим причинам, в частности, потому что женщины живут дольше, а страна успешно стареет. А вот в молодых странах, в развивающихся, это фактор, который действует. И вполне естественно, что мужчины скорее возьмут в руки то, что может убивать. Еще один фактор, это различия в темпах роста населения. В том числе, эти различия могут проявляться и в разноязычных группах населения. А это уже как-то немножечко касается и Украины. Еще один фактор, это высокая смертность среди взрослого населения работоспособного возраста. А вот этот фактор, я думаю, вы согласитесь, непосредственно относится к Украине и к большинству стран бывшего Советского Союза. Данные проекта ВОЗ по тяжести и влиянию заболеваний говорят о том, что основными убийцами в европейских странах бывшего Советского Союза, они здесь перечислены, для вас это не новость, является ишемическая болезнь сердца, инсульты, самоповреждения, рак легкого и дорожные травмы. Это данные, совсем свежие, опубликованы в Ланцете буквально несколько месяцев тому назад и касаются 2015 года. А вот в Западной Азии и в Центральной Азии, это остальные страны бывшего Советского Союза, часть главных факторов смертности совпадают, но есть и другие. У них превалируют наряду с ишемической болезнью сердца и инсультами, инфекции нижних дыхательных путей, энцефалиту новорожденных и родовые осложнения у недоношенных новорожденных. Если к этим демографическим факторам добавить еще миграцию, которая в меньшей степени влияет на Украину, как ни странно это звучит, в Украине до сих пор положительная сальдо миграции. Немножко больше людей, как ни странно, приезжает в Украину, чем уезжает, даже по данным прошлого года. И старение населения и снижение его численности до популяции, то мы получим вот эти три главных фактора, три демографических фактора безопасности, которые действуют в Украине и других постсоветских, европейских странах бывшего Советского Союза. В то же время все эти три фактора имеют непосредственное отношение, точнее говоря, являются движущимися, движущими факторами процесса демографического перехода. Я быстренько напомню, что такое демографический переход. Это изменение возрастной структуры населения, которое вызывается двумя основными процессами. Снижением смертности, обычно исторически он наступает раньше всего, а за ним следует снижение рождаемости. Не надо компенсировать убыль населения за счет повышения рождаемости. Третий фактор, который включается в ядер стран, это миграция. Понятно, что отток, особенно отток молодого населения, влияет на возрастную структуру общества. Вот этот молодежный пузырь увеличения численности молодого, незанятого, маргинализированного населения и составляет, обычно происходит на второй стадии, когда рождаемость еще достаточно высока, а вот смертность постепенно начинает уменьшаться. Но этот же молодежный пузырь со всеми отрицательными характеристиками является основой так называемого первого демографического дивиденда. Потенциально молодые люди являются пополнением рынка труда. Но для того, чтобы это пополнение сработало, необходим целый ряд факторов, о которых я скажу немножко под. А вот в стареющих обществах, казалось бы, уже невозможно рассчитывать на этот первый демографический дивиденд, потому что население молодого возраста сокращается. Но существует, так называемый, второй демографический дивиденд. Его суть заключается в том, что в стареющем обществе, и оно стареет именно из-за того, что люди живут дольше. А в некоторых, лучше сказать, в большинстве стран удлиняется и продолжительность так называемой здоровой жизни. Вот это удлиняется и составляет основу второго демографического дивиденда, о котором я скажу немножко позже подробнее. Оба дивиденда по своей основе являются только потенциалом. Они сами себя не реализуют. Понятно, что если в молодом обществе, в молодых странах уменьшается число детей, снижается так называемая демографическая нагрузка детьми. То есть меньше надо расходовать средств на поддержание этой группы населения, которая, естественно, не работает, не производит, а на нужды которой тратятся ресурсы, бюджетные ресурсы государства. При этом, и это суть первого демографического дивиденда, увеличивается число людей работоспособного возраста. Обычно речь идет при статистических демографических расчетах о людях в возрасте от 20 до 64 лет. Если этот демографический первый дивиденд реализуется, то тогда возможно увеличение производства и рост благосостояния. Но это само по себе не наступит. Для этого необходимо действие государственной политики для того, чтобы заработал первый демографический дивиденд. Необходимо поддержка рынка труда, привлечение инвестиций, вложение в образование, здравоохранение, для того, чтобы сформировались поколения здоровых, образованных и работоспособных граждан. Вот в чем, собственно говоря, суть первого демографического дивиденда. А что можно сделать со вторым демографическим дивидендом? Происходит сокращение числа людей в трудоспособном возрасте. Это хорошо известный нам тезис. При этом, однако, увеличивается продолжительность жизни и продолжительность здоровой жизни. Не везде, конечно же, не везде. Растет занятость на рынке труда людей старших возрастов. Но это еще не значит, что вот все эти явления могут привести к экономическому процветанию. Для того, чтобы это произошло, опять-таки, необходимы продуманные меры государственной политики. Для того, чтобы удлинить здоровую продуктивную жизнь, которая часто обозначается как подход активного долголетия, необходимы такие меры, как стимулирование индивидуальных накоплений, то есть создание совершенно новой системы пенсионного обеспечения, и которые, в свою очередь, при правильном расходовании этих средств, могут стать дополнительными инвестициями в экономику в рамках внутреннего рынка, без привлечения внешних инвестиций. Демографические дивиденды, это достаточно хорошо подсчитанные экономистами, могут обеспечить от полутора до более чем двух процентов прироста экономики в стране. Причем потенциал второго дивиденда, который связан со старением общества, потенциально превосходит потенциал первого дивиденда. И он более длительный. Что же происходит в постсоветских странах? Я позволю себе напомнить, для моего поколения это не актуально, но многие, может быть, забыли, что в бывшем Советском Союзе было 15 республик. Три из них, балтийские или прибалтийские страны, с мая 2004 года стали членами Европейского Союза. Я к ним практически обращаться не буду. А остальные 12 часто говорят о странах СНГ, Содружества независимых государств. Но исторически, на самом деле, не все эти 12 стран являются или даже являлись членами СНГ. Ну, например, Туркменистан и Украина никогда не были полноправными членами СНГ. Они были ассоциированными членами. Украина покинула, как мы хорошо знаем, СНГ в 2018 году. Грузия сделала это еще раньше, в 2009 году. Но поэтому вот эту группу я обозначил как СНГ+. То есть, страны СНГ, которые являются полноправными членами этой организации, плюс еще три страны. При этом, эти 12 стран можно весьма условно разделить на две группы. Я сейчас это продемонстрирую. По демографическим признакам. Кстати, в этих странах, не забыть сказать, в 2015 году проживало 280 миллионов человек. Это примерно половина населения Европейского Союза. Медианный возраст населения в странах бывшего Советского Союза категорически различается. Можно выделить группу стран, которые находятся на ранних стадиях гемографического перехода, где медианный возраст населения достаточно низкий. Очень быстро, что на этом графике. Синяя пунктирная линия – это медианный возраст населения Западной Европы, семи стран Западной Европы. А пунктирная оранжевая линия, надеюсь, что она видна, это медианный возраст стран Юго-Восточной Азии. Почему Юго-Восточная Азия? Это ближайший регион, в котором преобладают развивающиеся страны. Для контраста. Вот если мы посмотрим на левый график, отчетливо видно, что Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан плотненько прилегли к кривой медианного возраста в стран Юго-Восточной Азии. А вот на правом графике, Украина тут выделена кривая с кружочками маркерами, они гораздо ближе стоят к Западной Европе, но правда еще не догоняют ее, слава богу. Это медиальный возраст. Значит, страны, которые относятся вот к этой группе стран на более поздних стадиях демографического перехода, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова, Россия и Украина. Естественно, что различие в медианном возрасте отражается и на возрастной структуре населения. Опять-таки, четко можно выделить две группы. Слева эта группа стран, находящихся на более поздних стадиях демографического перехода, в более старых демографических странах, которые по структуре населения, которых напоминает стран Западной Европы, а справа эта группа стран более молодых, бывшего Советского Союза. И по структуре народа населения в этих странах они гораздо ближе к развивающимся странам Юго-Восточной Европы. Еще один график – это изменение численности населения в этих странах, которое обозначается как средний ежегодный уровень изменения численности в процентах. А здесь надо обратить внимание на изолению, нулевую. На левом графике, опять-таки, это более молодые страны, на ранних стадиях демографического перехода, они все находятся выше изолений. То есть в этих странах происходит увеличение численности населения. Там вот одно западение, вот такой резкий обвал после распада Советского Союза наблюдался в Казахстане, единственной страной Центральной Азии. Это было связано с оттоком из этой страны славянского населения. А справа – это страны на более поздних стадиях демографического перехода, там же, опять-таки, Украина. Это синий отбиваясь с кружочками маркерными. В этих странах практически всех происходит отрицательный прирост населения, то есть обыль населения. Я хочу обратить ваше внимание на то, что вот синяя пунктирная линия, которая характерна для стран Западной Европы, она находится выше изолений. То есть в этих странах, несмотря на то, что они старше стран бывшего Советского Союза, обыль населения практически в среднем не происходит пока. Но, по-видимому, начнется. Почему не происходит? Миграция. Совершенно верно. Миграция. Стояние населения плюс убыль населения приводит к феномену, который экономисты и демографы называют демографическим дефицитом. Что это значит? Вот его можно весьма условно обозначить вот на этом графике, который характеризует состояние Украины. Здесь два показателя рассматриваются. Синяя кривая – это общее население. Оно росло примерно до конца предыдущего столетия, а потом начался резкий спад. А вот население старших возрастов, в данном случае это население в возрасте 60 лет и старше, уверенно растет. Происходят вот такие вот хорошо знакомые демографические ножницы. Для того, чтобы продемонстрировать, насколько эта ситуация отличается от развивающихся стран, я вот здесь привел два графика. Слева Украина, тот же график, что был на предыдущем слайде. А справа Катар, самая демографически молодая страна. У них даже еще не начался демографический переход. А относительное число людей 60 лет и старше в этой стране меньше 2% в сравнении с Украиной. Почти 23. Уменьшение численности населения, в первую очередь численности населения работоспособного возраста, связанное с убылью населения и старением, приводит к очень важному с точки зрения экономики государства явлению. Снижение индекса потенциальной поддержки. Это что такое? Это отношение. Вот, на самом деле, отношение числа людей трудоспособного возраста, условно, от 20 до 64 лет. Число людей старших возрастов, 65 и старших. Опять, четкие различия в двух группах стран. В странах на ранних стадиях демографического перехода, слева. Во всех этих странах достаточно высокий уровень потенциальной поддержки. То есть тех людей, попросту говоря, которые продолжают работать, платят налоги, а за счет этих денег и формируется бюджет на социальные нужды государства. А вот справа, это группа стран на поздней стадии демографического перехода, там же и Украина. А вот в них индекс потенциальной поддержки гораздо ниже. Об этом можно много говорить. Тут есть много поправок к этому индексу, но, к сожалению, время идет слишком быстро. Главное зафиксировать вот этот момент, что в странах на поздней стадии демографического перехода индекс потенциальной поддержки достаточно низа. И к чему это приводит демографический дефицит? Давайте пропустим вот все эти выкладки словесные. Обратим внимание вот на эти два очень простых рисунка. Демографический дефицит приводит к уменьшению доходов бюджета, поскольку, по понятным причинам, меньше людей уплачивает налоги в казну государства. И при этом выплаты из бюджета увеличиваются, поскольку увеличивается относительное и абсолютное число людей старших возрастов, которым необходимо выплачивать пенсию. Как минимум пенсию. Какие же существуют ответы вот на все эти, как сейчас модно говорить, вызовы? Они были сформулированы в так называемых рамочных стратегиях для преодоления демографического дефицита. Это прежде всего концепция и рамочная стратегия, которая была предложена Всемирной организацией здравоохранения. В оригинале это активное старение. В странах бывшего Советского Союза чаще употребляется термин активное долголетие, для того, чтобы подчеркнуть, вернее не подчеркнуть, а уйти от негативного значения термина активное старение. Потому что активное старение очень часто ассоциируется с ускоренным старением. Это другой демографический феномен, который наблюдается в наших странах и в Украине в первую очередь. Эти процессы, эти подходы к демографической концепции, которой была предложена Сибирная организация здравоохранения, включает три основных направления. Занятость, прежде всего экономическая активность, независимость, возможность жить без посторонней помощи, если примитивно это сформулируют, и участие в жизни общества в самых различных сферах, от политической до культурной. Эти же подходы нашли свои отражения и в главном документе, который является с 2002 года, если угодно, о Библии для создания и осуществления государственной политики области старения в Мадридском международном плане действий по проблемам старения, принятом на Второй Всемирной Ассамблее по старению в 2002 году в Мадриде. Целью плана является достижение общества для всех людей и всех возрастов, а содержание, я хотел бы это подчеркнуть, адаптация к старейшему обществу, не борьба со старением, не преодоление негативных последствий демократического перехода, а именно адаптация как ключевой подход. Три приоритетных направления, и самое большое, кстати, по содержанию, это участие пожилых людей в развитии общества. Ну и в самом конце, в заключении, я хотел бы сформулировать и сжать все то, о чем я так многословно говорил. Демократическая безопасность – это термин геополитики, и никакого отношения к реальной политике государство не имеет. Но существуют демографические факторы, которые я перечислил, которые могут влиять на национальную безопасность. А вот бороться с этими факторами, например, с низкой рождальностью или со старением, бесполезно или безнравственно. Оптимальный подход может заключаться именно в адаптации тех подходов, которые сформулированы в мадридском плане действия. В адаптации к демографическим переходам, используя потенциалы демографических дивидендов, о которых я так много говорил. В случае Украины это второй демографический дивиденд, который, к сожалению, пока не нашел никакого отражения в государственной политике нашей страны. Потенциал демографических дивидендов можно привести в действие, только осуществляя продуманные меры в области здравоохранения, это здоровый образ жизни, и в области образования обучение на протяжении всей жизни. Два основных, два основных центральных подхода, которые вам, безусловно, хорошо известны. Спасибо. Спасибо. Если есть вопросы, сразу один-два. Если нет, то тогда письменно. Вопросы можно? Да, пожалуйста. Давайте. Или потом. Давайте. Давайте. Скажите, пожалуйста, вы говорили о положительном вот этом миграционном потенциале Украины. Ну, только что сегодня утром я услышал, что за этот год мигрировало с Украины полтора миллиона человек. не мигрировало, это полтора миллиона сократилось население, а миграция 7-8 миллионов. Они не раздвигают. Я просто тоже слышал этот материал. Да. Это население. Конечно. Все зависит от того, как говорили, мы с Фессариом Шталином, кто и как считает. Если мы говорим о миграции, то в соответствии с подходами Международной организации по миграции в структуре ООН, мы учитываем среди мигрантов только те, которые не возвращаются в страну более шести месяцев. А при оттоке населения, о котором упомянул Николай Георгиевич, фиксируются все бывшие страны. Но не мигриевшие. Еще вопросы? Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, ну вот учитывая, скажем, ваше знание наблюдений, вот в Австрии, например, как они справляются вот с этими вещами. Ну, если мы бросим сейчас экономические вещи, что они там очень богатые пожилые, что они могут инвестировать, сказать, есть ли какие-то политические моменты, которые стимулируют эти миграции плавно прерваться? Политические моменты, это, наверное, наличие в государстве программ, политики, которые направлены на решение вопросов, связанных со старением общества. Такие есть. Такие есть. Спасибо. Следующий доклад. Спасибо. Спасибо.